САУНД ПРОДЮЦЕР ГИГАНТИНЖЕНЕР Но для нас, для России, это абсолютно новая история. На Западе это все началось очень давно, с 50-х, 60-х годов, когда появились первые вообще продюсеры, потом появились саунд-продюсеры. Об этом, если честно, я написал в двухтоме «Гиганты шоу-бизнеса». Он у нас продается здесь в центре, это две толстые книги. Он продается в Библиоглобусе. Там вы можете купить и почитать очень подробно на эти темы. Но там про западные только продюсеров и саунд-продюсеров. Вообще, исторически, откуда появился продюсер, зачем он появился, кто он такой и его функция. Вот там на базе 50 биографий великих продюсеров мы сделали вот такую книгу. Не было бы «Битлз», если бы не Брайан Апстайн. Не было бы «Летт Зеппелин», если бы не Питер Грант. Не было бы британского вторжения в Америку, если бы не Бернстайн. И так далее. И вот про этих всех людей, которые… Что такое музыкант? Музыкант – это небеса раскрылись, пучок энергии пошел. И вот музыкант сидит там по 20 часов в день, фигачит гаммы, отдает свою вот эту энергию в питал и шедевры музыки пишет. А что дальше с ним делать, конечно, он не знает. И вот для этого приходит продюсер, увидел, что на нем можно заработать деньги. И делает и его мультимиллионером, и себя, конечно, дорогого не забывает. Это продюсер. Часто на Западе тоже это не сразу складывалось. Продюсер и саунд-продюсер. Продюсер – это глобальный человек, который увидел продукт, который можно продать на рынок. Саунд-продюсер – это человек, который уже понимает, какой звук нужен рынку на данный момент времени. То есть в 50-е – это один был звук, одна аппаратура, одна техника. В 60-е, 70-е, 80-е и так далее. Она постоянно совершенствуется, сам звук, сами приборы. И, безусловно, идет трансформация восприятия звука. То есть человека сначала мы хотим один бас слышать или барабаны, потом другой, более-более современные, более доходчивые, более мощные. И поэтому, в общем-то, меняется и само направление тренды, направление звука. Что такое звук, я сейчас рассказывать не буду. Это другая история. А вернусь к вопросу саунд-продюсера на Западе и в России. В принципе, задачи одни и те же, но подход немножко другой. Все-таки на Западе, в силу того, что я говорил, что традиции культуры, саунд-продюсирования, там люди уже знают конкретно, что надо, как надо. И знают самые последние течения и приборы, которые появляются. То есть они на гребне волны. Как ни крути, все равно мы находимся чуть сзади. И по опыту, и по доступности к приборам, и к пониманию, какой звук нужен. У нас нет истоков и истории саунд-продюсирования. Поэтому в основном все-таки каждый сам по наитию, по внутреннему наитию доходит, какой должен быть звук. Практика в данном случае имеет громадное значение. Мы очень часто знаем людей, которые теоретически все знают. Но практически, чтобы голова дружила с ушами, мозги с ушами, это крайне редко встречается. Потому что, может быть, голова, ты полностью понимаешь, как это надо сделать, но ушами ты тупо не слышишь. Просто не понимаешь, как этот звук. Тебе кажется, что он правильный, а он неправильный. Тебе кажется, что это пойдет для народа, а это не пойдет для народа. И вот те редкие изюминки и бриллиантики людей, которые понимают головой и слышат ушами, какой должен быть продукт, вот это люди, которые, в общем-то, достигли успеха, которые на вес золота, на самом деле, в Москве, в России, и которым очереди стоят на запись. Люди, которые практикой показали, что они правильно воспринимают звук. И очень важно еще вытянуть этот звук из музыканта, из вокалиста, из гитариста, из барабанщика и так далее. Многие великолепные гитаристы, вот он полощет струны с бешеной техникой, но звукоизвлечения у него не то. Или не добирает, или пережимает немножко звук. Вот это все как раз задача саунд-продюсера – вынуть из музыканта максимально правильный звук, который нужен для уже окончания конечного носителя. Также и вокал. То есть саунд-продюсер, он должен окраску звука сделать, он понимать, открытый звук должен быть, закрытый, как комфортно вокалисту пропеть, научить его порой пропеть, потому что одно дело свой опыт у вокалиста, другое дело опыт его педагогов, которые его учат, а третье дело, как это видит саунд-продюсер. Может, опыт вокалиста и его педагогов, он ему не подходит. И поэтому саунд-продюсер бывает часы проводит на записях, направляет все-таки сам звук и произношение порой, если по-английски и по-русски. И бывает, кто-то концы там глотает. Может, это и хорошо для данного видения саунд-продюсера, а может, плохо. Тут очень много нюансов, и все это, в общем-то, музыкант должен отдавать на откуп как раз саунд-продюсер. Саунд-продюсер, он отвечает за конечный результат. Потом уже будет сведение и мастеринг, но сам процесс, это саунд-продюсер берет на себя ответственность, как будет звучать на выходе тот или иной музыкальный продукт. Поэтому в России, я считаю, конечно, у нас очень мало тех записей, которые реально могли бы прозвучать на хорошем уровне на Западе. Поэтому очень многие наши музыканты ездят, ищут птицу счастья или хороший звук и в Лос-Анджелесе, и в Европе, и в Германии, и в Англии, и в Швеции очень много. И пишутся, и пытаются привлечь местных саунд-продюсеров. И отчасти это правильно. Но иногда бывает, тут не угадаешь. И там бывают вроде бы известные люди, но звук достаточно обычный и посредственный получается. И вдруг какие-то всплески и в России бывают. Вообще шоу-бизнес – это очень деликатная и очень тонкая такая штука. И что надо народу, что надо в данный период времени, вот в 70-е, 80-е, 90-е, нулевые, десятые года, всегда разные, по-разному спектрально мы смотрели на звук. Звук, он раскладывается на цветовую гамму, как радуга. И вот понять, какие цвета в данный момент нужны публике, очень непросто. Хотя сейчас, в последнее время, мы все больше и больше встречаем шаблонный подход. То есть звук, вот он одинаковый абсолютно. Если в 70-е, 60-е, когда я был молодой, любая группа тогда не была особо, там, саунд-продюсер, не было как таковой профессии. Каждый продюсер сам, как вот по наитию он чувствовал, так и делал. Поэтому все группы звучали оригинально. У каждой группы был свой, четко характерный для нее звук. Если я покупаю пластинку, я даже, вернее, не знаю, я слушаю какую-то пластинку или запись, я слышу сразу, о, это же Grand Funk, или это Deep Purple, или это Dors, или это Slate, или это Rex, или Wondergraft Generation, или Genesis, yes, Jimmy Hendrix. Ну, как их можно не узнать? Две-три ноты я уже узнал. Это характерный звук был для любого человека в те года. Потихонечку, с годами, мы уже стали не группы различать, а направления. О, это индастриал направление, это там гранж, это глэм-рок, это там панк-рок или еще что-то. Сейчас уже вообще все обобщено. Это техно-музыка, это рэп там. Но уже глобально появилась какая-то усорененная под одну гребенку. Все гребут, и направлениями уже делится какая-то характеристика звука. И, конечно, в последнее время появился уже World Music, уже и направление, это мировые какие-то тренды и течения абсолютно такие, широкими мазками мы уже слушаем музыку. Саунд-продюсер, он должен знать, как каждый прибор, что из прибора можно выжать, все его технические параметры, все его характеристики надо знать. Надо знать хорошо исполнителя. И в голове еще третье, самое главное, знать, что ты хочешь, какой звук должен выйти на выходе. И вот совместив все вот эти данные, это не простая работа и не простая профессия. Это надо иметь и опыт большой, и технические знания обязательно, что выдает прибор, а приборы сейчас выходят очень много, и новых приборов. Старые они уже все известны, но очень много новых приборов выходит. Надо понимать в технике, разбираться. Но очень самое главное, повторюсь, знать, что ты конкретно хочешь на выходе. И тут повторюсь опять с самого начала, то, что я говорил, это голова должна дружить с ушами. Он должен понимать, какой звук сейчас востребован на рынке, и какой звук сейчас хочет публика и хочет аудитория. Потому что он, в общем-то, является тем проводником между исполнителем и покупателем. А покупатель голосует рублем. Он платит деньги, и он требует, чтобы было хорошее качество. Поэтому, в общем-то, это очень ответственная профессия, очень важная профессия. И очень многие люди заявляют себя саунд-продюсерами, но таковыми не являются, конечно. И очень многие знают красивые слова, как убедить клиента. И им верят, потому что порой инструменталист или вокалист, он не знает реально, как сделать саунд. И часто в ловушки такие попадают. Поэтому, прежде чем выбирать саунд-продюсера, я бы очень порекомендовал заказчикам, кто платит деньги ему, послушать побольше его работы, которые он уже сделал до того. И посмотрите, нравится, не нравится. Более того, его работу показать своим друзьям, дать послушать, и люди скажут, ух ты, хороший звук. Или что-то банальное, и все обычно. Тут надо тонко подойти, потому что от этого зависят твои же деньги за студию. Ты платишь и за студию, и за саунд-инженера, и сам тратишь время, и потом будешь в издании диска или промо-ролика какого-то отдавать деньги. А в итоге сводится все к профессионализму саунд-продюсера. Поэтому это очень важная профессия, и надо к ней очень трепетно и деликатно относиться, и, в общем-то, не пожалеть свое время для выбора саунд-продюсера. Поэтому, в общем-то, я уже более широко, конечно, ушел от вопроса. Но, в принципе, саунд-продюсер, короче, это тот человек, который дарит людям конечный продукт, и от него очень многое зависит. Во-первых, побольше все-таки сейчас очень доступно через интернет все читать. Набирайте практики, читайте в интернете, ну, на английском, конечно, все рекомендации. Сейчас это несложно. Это ты загрузишь голову себе, информация нужна в голову. Очень много надо перечитать разных мнений и разных советов. В интернете их масса. Просто в голову в себе вложить большое количество информации. Там же есть ссылки на какие-то диски, на какие-то экземпляры, на какие-то примеры. Дальше слушать эту музыку, научиться понимать, различать, где как звучит там отдельный инструмент или струн, или бас-барабан. Очень важно барабанной, потому что барабанная секция, она очень большое значение имеет в музыке. Бас с барабанами, чтобы это драйв, чтобы это машина была. Бас с барабанной, это ритм секции обязательно должна очень монолитно и плотно звучать. Научиться понимать. Есть учебники много, западные, которые ты можешь это все практиковаться. И когда уж ты поймешь, что у тебя хороший и серьезный уровень, после этого ты должен уже выходить на практические занятия. В студиях просто накатывать, как и везде, опыт свой набираться. Сначала прописывать каких-то молодых коллективов, набираться опыт, потом более опытный и так далее. Как любое ремесло. Любое ремесло. Сапоги шить тоже надо с чего-то начинать. Надо сначала практические знания, вернее, теоретические, а потом практические знания. И потом уже ты поймешь, дружит у тебя голова с ушами или нет. Но это с годами. Есть люди, которым это быстро дается, которые от природы к этому склонны. Есть люди, которым это много приходится практически заниматься и потом каких-то высот достигать. А есть люди, которые очень хотят, но не могут в силу того, что не дружит голова с ушами. Лучше не терять время и не напрягать ни себя, ни людей, а заняться чем-то другим. Это все индивидуально. Абсолютно все индивидуально. Что касается российских продюсеров, это спонтанная история. И 10 продюсеров – это нет ничего на такую громадную страну. Продюсеров вообще на западе их море. Повторюсь, ссылку сделаю опять на свою книгу «Гигант шоу-бизнеса». Если вы действительно этим интересуетесь, почитайте. Это многие продюсеры, фамилии не называю, сказали, что это учебник для всех вузов, для всех музыкантов. Это двухтомник наш. И там все написано. Там как раз про продюсеров. 50 великих продюсеров, которые создали всю шоу-индустрию вообще на западе. Это Америка, Англия. Там все четко прописано, кто они такие, как они становились продюсерами. И как прошли колоссальный путь от никому известных мальчиков, там все с детства, до величайших музыкантов, включая саунд-продюсеры и саунд-инженеры там тоже есть. Так продюсер в России, на западе их. Мы только про 50 продюсеров написали книгу. Это величайшие люди, которые находятся все там в зале славы, рок-н-ролла и так далее. В России мы можем 5 назвать продюсеров, которых знают все. И все. Но Россия это 150-140 миллионов людей. Это громадная территория. Громадное количество музыкантов. А всего 5 продюсеров. Там Фадеев, Алибасов, не знаю. Царство Небесное Юра Айзеншпис. Алибасов, Юрий, Игорь Крутой, Дробыш и так далее. Ну, Матвиенко, Игорь. 5, 6, 7. Все. Нет больше. Ну, Пригожин, Йось. Все это мои хорошие друзья. Но 10 ты назовешь вот так вот. По памяти даже музыкант 10 назовет. Но ты не назовешь больше. И, конечно, намного больше. Есть там локальные какие-то продюсеры. В студиях сидят. Все себя называют продюсерами. Но реально продюсеры известны. Их, ну, 7, 8, 10 человек. Это если напряжешь память, вспомнишь. Но не бывает такого. Это о чем говоришь? Что у нас нет индустрии. У нас нет индустрии. У нас есть шоу-бизнес, как его называют. Но у нас реально нет ни шоу, ни бизнеса. У нас спонтанная вот история. Да, люди зарабатывают деньги. И неплохие деньги. Это громадные деньги. Это миллиарды. Это колоссальная индустрия. Но работает она у нас по нашим российским немножко неправильным законам. Вылетают мега талантливые люди. Та же Полина Гагарина, которая у нас в центре готовила программу на Евровидении. Дина Гарипова, которая у нас тоже готовила. И так далее. Масса талантливых людей. Но это должна индустрия быть. У нас индустрии как таковой нет. У нас спонтанные продюсеры. Есть вот их три кита, как говорится. Несколько китов, на которых все держится. И все. А дальше, а что делать молодежи? Нет школы, нет практического, нет такого, как Баркли-скул. Нет таких, как в Америке, как мощных, фундаментальных, первоначальных образований. Да, у нас великолепная классика. Я сам заканчивал училище музыкальное, школу и консерваторию саратовскую. Но это классическая музыка. А вот в поп, в рок, в джаз-культуре у нас, к сожалению, такой большой традиции нет. Поэтому это должно как-то со временем переросить в какую-то индустрию. Кто-то за это должен взяться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok